МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы наш город был чист, мы принимаем активное участие в этой уборке уже в течение двух недель. Экологический месячник по уборке города в самом разгаре. Мы всегда поддерживали пенсию обучения организации имени Алексея Александровича. У детско-общественной организации первой школы теперь есть имя. По-моему, нарезки капуста с ломкой, полукольцами. Будущие повара приняли участие в Олимпиаде профмастерства. А теперь об этих и других событиях подробнее. В этом году 39 тысяч льготников региона получили бесплатные лекарства. Общая стоимость препаратов превысила 422 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, более 70% от суммы – это дорогостоящие лекарства для больных онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом. Сейчас областной департамент по здравоохранению закупает препараты на следующий год. Специалисты областного Роспотребнадзора сообщают, что эпид-порог среди детей от 3 до 6 лет превышен более чем на 20%. Среди возбудителей инфекции преобладают риновирусы. Случаев гриппа не зарегистрировано. Начало эпидемии гриппа прогнозируют в январе 2017 года, так что еще не поздно сделать прививку. С начала этого месяца в Смоленской области начался осенний призыв. 20 октября у нас в городе прошла социально-патриотическая акция «День призывника». Организовали мероприятия Комитет по культуре и молодежной политике, отдел военного комиссариата «Десногорска», войсковая часть 3678, молодежный центр и историко-краеведческий музей. Все подробности далее. Первым этапом акции стало посещение музея поискового движения. В торжественной обстановке с напутственными словами к призывникам обратились почетные гости мероприятия. Председатель призывной комиссии Сергей Тущев, ветеран Вооруженных сил, ветеран МВД, член Общественной палаты Смоленской области Владимир Исаев и начальник отдела военного комиссариата по городу Десногорску Сергей Сибилев. Я хотел бы пожелать вам очень хорошей службы. Легкой службы не бывает, сразу вам говорю. Она всегда связана с трудностями, поскольку это все же строгий распорядок дня, это физические нагрузки, это занятия, это подъемы, учения. Прозвучало много теплых слов, добрых пожеланий на путстве служить с честью и доблестью, нести хорошую и верную службу ради Отечества. Руководитель политического совета Десногорского местного отделения партии «Единая Россия» Максим Джугань вручил ребятам подарки и пожелал крепости духа и легкой службы. Призывники нашего города с ответственностью относятся к долгу перед Родиной и готовы к службе. Я хотел поступить в Смоленское военное училище. До этого я готовился физически к этому, а уже проходя физу и находясь там, конкретно у вас, морально. Я считаю, что мужчина должен входить в армию обязательно. Я готовился, во-первых, морально, физически, а также окончил курсы вождения в фотошколе ДСАФО, которые предоставили мне военкоматы. Интересным и запоминающимся моментом для призывников стало посещение музея поискового движения, экспозиции которого собраны руками наших десногорских поисковиков. Провела экскурсию директор Десногорского историко-крывеческого музея Наталья Демьянова. Немцы боялись ужасно. Они говорили, если ты не был с русским в штыковую, то ты не видел войны. После экскурсии будущие солдаты проследовали на базу войсковой части 3678 для участия в дальнейшей программе. В Главном управлении МЧС России по Смоленской области прошел смотр-конкурс названия «Лучший старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях». Региональный этап фестиваля «Созвездие мужества» выиграл капитан внутренней службы Дмитрий Ксензов. Он же и представлял нашу область на межрегиональном конкурсе Центрального регионального центра МЧС России, где занял почетное третье место. Осенний месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка стартовал в нашем городе 3 октября. Что уже успели сделать трудовые коллективы предприятий, учреждения и организации Десногорска, расскажем в нашем сюжете. Самыми первыми в месячник включились работники МУПККП. Коллектив ЖО-1 уже выполнил большой объем работ. Каждый день они убирают листву и мелкий мусор у 9, 14 и 15 домов. В первом микрорайоне много деревьев, листва с которых постоянно опадает. На помощь коммунальщикам пришли работники Смоленской АЭС со своей техникой. Это наш город, мы здесь живем, и желательно, чтобы он был чистый, чтобы выгнуть в окно, не было листовое, но была хорошая земля, красивая. Летишки, чтобы бегали, не грязно было, в принципе, и глазу приятно. Во втором микрорайоне Десногорска с первых дней месячника трудятся гидростроевцы. Наша задача входит уборка газонов, уборка листьев, мелкого мусора, покраска деревьев, бордюр в придворовых территориях, а также уборка полисадника возле домов. Работники гидростроя собираются каждый день месячника убирать наш город, чтобы было чисто и красиво. К участию в месячнике активно подключились коллективы СМОТЭ и Жилищника. Собственники многоквартирных домов также могут помочь в благоустройстве и уборке хотя бы у своего дома. Закончится месячник 28 октября общегородским субботником. Десногорский поисковый отряд «Обелиск» ровно год назад в Спасдеменском районе Калужской области обнаружил самолет Ил-2. Удалось установить номер самолета, состав экипажа и дату гибели. Нашлись и родственники погибших. Теперь они вместе с поисковиками 21 и 22 октября примут участие в траурных мероприятиях по захоронению останков летчиков. 19 октября в актовом зале 1-й школы Десногорска состоялся сбор детской общественной организации «Радуга». В торжественной обстановке ей было присвоено имя Алексея Александровича Архипова. Подробности в следующем сюжете. Об истории организации о многолетнем творческом пути Алексея Александровича в начале мероприятия вспомнила директор школы Виктория Сенькина. Для воспитанников школы и педагогического коллектива очень важно, что детская организация будет носить имя ее идейного вдохновителя. Значимость присвоения имени Алексея Александровича для нас – это отдать дань памяти тому человеку, который заложил эти основы, для которого слово «жизнь» ассоциировалось со школой, с детьми, со всеми педагогами. К юным участникам сбора обратился глава города Вячеслав Сидунков, который поприветствовал всех собравшихся, подчеркнув, что у дечища многие годы создаваемого Алексеем Александровичем теперь есть имя его основателя. Мы молодцы, первая школа у нас, как всегда, передовики, но Алексей Александрович в нашей памяти теперь останется навсегда, как раз в имени нашей школьной организации «Радуга». Все участники мероприятия, теплые слова и аплодисменты подарили маме Алексея Александровича Евдокии Лукьяновне. Для семьи боль утраты не становится меньше с годами, но они благодарят всех, кто помнит и продолжает добрые дела сына. Со словами благодарности Алексей Александровича вспомнили и выпускники разных лет. Для многих из них он на всю жизнь стал примером. То, что дал Алексей Александрович ту самую внеклассную жизнь, ту самую сцену, это до сих пор помогает мне в работе. Ребята из школы вожатых Дома творчества в память об Алексее Александровиче исполнили песню, слова которой написали со своим наставником Еленой Гурьяновой. Финалом сбора стало исполнение гимна детской общественной организации «Радуга» имени Алексея Александровича Архипова. Это песня «Дорогу и добра». 20 октября исполнилось 115 лет Смоленскому трамваю. Именно в этот день, в 1901 году, в Смоленске было открыто трамвайное движение всего по двум маршрутам – вокзал Никольские ворота и вокзал Губернаторский пролом. 20 октября уже в 13-й раз отмечался Международный день повара. Его справляют кулинары и повара, кондитеры, технологи, шеф-повара. А в Десногорском энергетическом колледже есть отделение, где учат будущих специалистов, способных из обычных продуктов сделать настоящий шедевр. Как этот праздничный день прошел у наших студентов, смотрите в нашем сюжете. Мастера производственного обучения и преподаватели колледжа организовали для студентов второго курса Олимпиаду профессионального мастерства. К своей первой Олимпиаде студенты группы 209ТП «Технология продукции общественного питания» готовились очень серьезно. Эта Олимпиада у нас первая. Мы готовились, волновались, и у нас все получится. Мне нравится готовить, и это в будущем пригодится. Олимпиада проходила в два этапа, на выполнение каждого отводилось по часу. Пока одна группа писала тестовые задания, вторая практиковалась в приготовлении четырех порций салата из белокочанной капусты. Это необходимо для того, чтобы студенты умели совмещать производственную деятельность с учебной. И так как направление повар, компетенция повар входит в топ-50, это лучшие профессии по России, то мы дальше будем продолжать работу в этом направлении. За ходом Олимпиады следила компетентная комиссия из пяти человек под председательством исполняющего обязанности директора Елены Дюбановой. Приготовленные салаты они оценивали по технологической карте и на вкус. Результаты будут объявлены на общеколледжной линейке на следующей неделе во вторник. Победители Олимпиады получат дипломы и ценные подарки. Отметим, что подобные Олимпиады в колледже проводятся ежегодно по всем направлениям, по специальностям и профессиям. И в заключение о спорте. Росславчанин Василий Ларкин завоевал золото 26-го чемпионата России по бегу на 100 километров по шоссе в Брянске. Легкоатлет преодолел дистанцию за 6 часов 29 минут и 4 секунды. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания.